Физкульт привет! В эфире спортивная среда. Май в Иванове, как всегда, начался с большого праздника спорта. В традиционной легкоатлетической эстафете на призы газеты «Рабочий край» приняли участие около трех тысяч жителей города. У зрителей РТВ Иванова была возможность увидеть все в прямом эфире, так что повторяться не будем. Скажем только, что эта эстафета высоко подняла планку как для участников, так и для организаторов. Ну и, конечно, как всегда, дала старт летнему спортивному сезону. Спортсмены Ивановской федерации Панкратиона блестяще выступили на чемпионате и первенстве страны, которая проходила в Нижнем Новгороде. Из 28 бойцов 20 привезли домой награды. Копилки сборной 6 золотых, 3 серебряные и 11 бронзовых медалей. Все поединки были очень достаточно тяжелые, и никто просто так победу не отдавал. Никто просто так победу не отдавал. Ну, достаточно высокий уровень показали там все. И, ну, отобраться, ну, даже в тройку войти было очень тяжело. Борьба была очень ожесточенной. Люди дрались до последнего. Многие получали травмы, даже несмотря на то, что дальше их ждут новые соревнования, лишь бы одержать победу. Например, мой противник в финале получил очень серьезную травму из-за этого. Нужно морально быть готовым к тому, что противник будет драться, ну, до последнего. По итогам турнира 9 наших спортсменов отобрались на первенство Европы и мира, которые запланированы ориентировочно на осень. Самое главное – готовиться, быть уверенным в себе. Кстати, шанс познакомиться поближе с этим и другими видами единоборств, поболеть и даже принять участие в предстоящие выходные будет у всех желающих. 11 мая в спорткомплексе «Динамо» состоится фестиваль боевых искусств, посвященный памяти погибших сотрудников силовых структур. Начало в 10.00. Вход свободный. Турнир мы проводим четвертый раз. Четвертый раз тут будет при поддержке Росгвардии. Ребята будут с ОБРа, с ОМОНа, с ГРОМа. Будет два ковра. Мы будем проводить именно по панкратиону. И еще один вид спорта будет киоксинкай. То есть там по двум видам спорта. И как бы ребята там желающие могут выступить и там, и там, как бы помериться силами. Регбийная школьная лига в Иванове появилась не так давно. Но любителей этого вида спорта среди ребят уже достаточны для проведения полноценного турнира. В финале сразились команды пяти ивановских школ. Эти школы уже с сентября месяца именно занимаются, тренируются конкретно для мини-регби. В прошлом году у нас проходил турнир по тек-регби. Все эти же команды участвовали. То есть мы из них выбрали пять школ, которые хотят развивать регби своих учителей, которые хотят развивать регби в своей школе. И были созданы секции. Учителя ведут секции весь год. То есть у нас уже прошло два тура. Сегодня будет заключительный третий тур. Победитель этого тура заберет себе кубок РШЛ. Детское регби менее травмоопасно и рассчитано на физические способности ребят. В остальном правила такие же, как и во взрослом. Чем отличается наше соревнование от взрослых соревнований? Это детское соревнование. Здесь играют они в полноценное регби. Есть отличие от тег-регби, где они дергают ленточки. Здесь они уже играют в полноценный захват и более приближен ко взрослому регби. Но в взрослом регби играют 15 на 15, здесь играют 8 на 8 и на полполя. Регби с приставкой мини, но эмоции полноразмерные. Контактная игра с мячом на свежем воздухе. Азарт и воля к победе. То, что нужно для мальчишек и девчонок. Регби для настоящих мужчин, для настоящих джительменов. И мне очень нравится этот спорт, потому что там идет командная игра. И каждый может проявить себя. Этот турнир не ставит точку в регбийном сезоне. Скорее наоборот. По его итогам отберут самых талантливых игроков, которые через неделю представят наш город на Кубке Золотого кольца. Илюша, мяч рови! Как мы проведем лето? С установлением теплой погоды в областном центре возобновятся уже полюбившиеся горожанам тренировки на свежем воздухе. В рамках проекта «Чемпион 37» найти себе спорт по душе сможет каждый. Вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Главное желание и чтобы погода не подвела. Будут традиционные площадки на площади Пушкина, на площади Революции, на площади около цирка, на набережной реки Увадь. И также у нас будут как традиционные тренировки по йоге, по спортивным танцам, по силовым тренировкам. Сейчас уже заявляются различные фитнес-клубы на тренировки летние, открытые. И, например, у нас один из фитнес-клубов совершенно недавно заявился, который готов для детей йогу проводить, не только для взрослых. Это все, что мы успели вам рассказать на этот раз. Будьте в курсе, будьте в спорте. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!